Здарова, это Шамшурин. Это видео посвящается всем социофобам, социопатам и прочим людям, которые так про себя думают. Не так давно у нас было видео про принцип Байтмана, в котором мы угорали над тем, как люди ищут себе объяснение своему бездействию. И был некий конкурс, в котором победил Томагочи некий. Мне понравился больше всего его комментарий. Уважаемый Томагочи, свяжись со мной как-нибудь здесь под этим видео или в личке где-нибудь. У меня для тебя будет приз. Приз – это личная персональная консультация со мной, часовая, которая стоит 20 000 рублей. Ты получишь совершенно бесплатно, обговорим время и мы можем с тобой поговорить на любые тела. Буду рад с тобой пообщаться и тебе помочь, если чем-то смогу. Значит, его комментарий звучал так. На самом деле, этот Байтман никогда вообще не касался темы пикапа или отношений. Это английский генетик, который жил в таком-то году. Он, в принципе, вывел это все для проверки доктрины Чарльза Дарвина о половом отборе. Но всегда забавно, что бездари начнут искать миллион подтверждений из окружающего мира, что их собственное бездействие – это норма. Вот как-то так. Все очень просто, коротко, лаконично. Я полностью согласен, солидарен с этим. И в продолжении темы, то есть смотри, здесь в конце, после того, как я закончу говорить, ты увидишь кусочек с тренинга, где один из таких социофобов рассказывает, как он был на свидании. Значит, смотри, история следующая, что все чаще и чаще я сталкиваюсь с тем, что люди начинают мне рассказывать, что они социофобы, социопаты, что у них там то-то, то-то, что у них там такой-то там невроз, такая-то фигня. То есть они сами себе придумывают какие-то диагнозы, потом начинают в это верить. И один из таких социофобов на этом видео здесь дальше, он на моих глазах просто, когда в первый день пришел, взял там номер телефона у красивой девушки. И что мне на это ответил? Он сказал, это случайность. То есть получается, закономерность такова. И ты должен сейчас подумать, а ты не так ли себя ведешь? То есть когда у тебя что-то не получается, ты гораст себя отхуесосить. То есть прямо ты в этом плане талант. Я такой-то, я такой-то, я секой-то. И ты, главное, в это начинаешь верить. Когда у тебя что-то получается, ты в этот момент, что правильно ты себя полностью, тотально обесцениваешь. Да это не я, мне повезло, так случилось и так далее. Вам не кажется вообще, что это бред, как бы, преступление по отношению к самому себя? Собственно говоря, в чем суть? Значит, что я хотел сказать, что вы сами себя загоняете вот в эту вот ловушку. Потом вы начинаете в нее верить. И единственный способ, как бы, убедить себя в обратном, это действие. Но если вы сами уверовали в то, что вы социопаты, там кто угодно, вы не делаете ничего. То есть вы говорите, ну а что, я же себе уже диагноз подписал. Смысл мне делать? Поэтому это очень важно, что нужно, попытаясь, попытаться абстрагироваться от этого, все равно начать хоть какие-то действия самостоятельно, либо с моей помощью, либо с чьей-то еще помощь, но начать. И когда ты будешь действовать, самое сложное начнется там, потому что тебе нужно будет искать подтверждение не твоему социофобному какому-то там случаю, не твоей социопатии, а тому, что у тебя все наконец-то получается. И это самое сложное, но это нужно сделать обязательно. И еще у меня для тебя будет некое такое задание, но оно простецкое, элементарное. То есть это даже не задание, это на подумать. Всять и подумай, где и в каких моментах в жизни, в каких ситуациях ты сам на себя навешиваешь какие-то негативные ярлыки. Где ты сам себе придумал, что у тебя что-то не получается? Проанализируй. Подумай, а я уверен, что так и выглядит эта картина на самом деле. Либо же я просто сам себе придумал что-то негативное. Обязательно над этим подумай. Напиши в комментариях здесь под видео, где именно, в каких ситуациях ты сам себя наградил и какими именно ярлыками. Всех же социофобов, социофатов, патов и всех, и и же с ними я жду на своем тренинге практика с 15 по 18 июля. Ссылка здесь под видео, бронируй место. И смотри кусочек с этого тренинга о том, как парень пришел и начал рассказывать про себя, что он социофоб, там так далее и там подобное. А потом он уже начал ходить на свидания. И при этом он еще и скромничал, и это обесценивал. Вот типичная ваша любимая картина. Ссылка для брони места здесь внизу. Тамагочи, буду ждать от тебя связи. Помнишь, что этот человек вчера говорил про себя? Потому что я сильно закрылся и мне было тяжело вообще открыть слуху. С людьми невозможно. Все это помните? Да. Сколько у тебя номеров? Пять. За вчерашний день, первый. А, вчера четыре. Четыре. Причем один номер я лично видел, как он, ну такая довольно-таки симпатичная была девушка. Она хотела уходить, он ее еще остановил, потом они... И в итоге он возвращается с номера. Дмитро? Да. Я тоже это видел. Когда... Это как раз Киомский сказал, ну это типа так, случайно, просто повезло. Ну по ощущениям, такое ощущение, что... Ощущением, как говорят в Беларуси. Вот это был не я, какая-то моя другая вторая половинка. Это я к чему, Всяц? Ты почему я сюда тебя позвал? Это еще не говоря о том, что у него свиданка, что вчера была еще. У тебя была свиданка? Ну да. Вечером. Ну да. Повезло, просто. Случайно. У всех же была свиданка вчера вечером, правильно я понимаю? У всех, вернее, две, у него одна. Знаешь почему? Это просто он с людьми не умеет. А вы вот... Они умеют, поэтому у них не было свиданки. А у тебя вот она была. Вот если бы ты умел бы с людьми... У тебя тоже не было, как у нормальных людей, понимаешь? Вот у нормальных людей не было. Ранных опять... Ну я вчера упал, потому что у меня вот это, прям, какая-то переоценность была в голове. Или что было? Как-то переоценность, что ли? Ну как бы я не понимал вообще, что как это... А ты не знаешь, что ты много слишком навыдумывал в себе? Ну, получается, так, да. То есть, получается, как бы я накапливал, накапливал в себе негатив, положительных эмоций как бы не было, и все, я, получается, в этом негативе закрылся. А ты когда на свиданку с кем пойдешь? Он уже был с ней. А, подожди, ты вчера был с какой на свиданке? Вот, который, это, с родну, который телефон сразу дала. Это ты с ней созвонился, что ли, вечером? Да, я такой говорю, давай, классно, туда-сюда, говорю, давай чайку-то попьем, там, пообщаемся. И она вечером тебе сама сказала? Она, она, нет, она мне такая говорит, типа, это, ну давай сегодня. Я говорю, сегодня не могу, говорю, сейчас у меня еще с другом встречу, там, пообщаюсь, туда-сюда. И потом говорю, ну я тебе, если что, наберу. Ты ее набрал? Да, я набрал, что, поскольку, в семь, что ли, на груди здесь, в охоте. И что было на свиданке? Короче, мы, блин, минут сорок с ней лазили, она, блин, ей рюкзак нужен был. А потом мы посидели? Мы сели куда-то. Да, потом, да, по это, все, пойдем, посидим. Ты ее поцеловал? На прощание, да. Куда? В лоб. В рюкзак. На прощание, млядь. И потом в земле. Нет, я просто это все, я ее так обнял и посылал, еще охотно. Она? Она ничего сказала, все, пока. Как ты думаешь, ей понравилось с тобой на свидание? А кто, может, закончил свидание? Она закончила, она сразу определила, потому что об этом у меня нет. Чат? Да. Нет, погоди, ну. То есть, мы грубо говоря... Ты после этого ей звонил вообще или писал сегодня? Нет, нет, еще нет. А ты бы пошел с ней еще раз на свидание? Да. Все, может, позвоним. Может, мы узнаем, как вообще. Если она сейчас, например, не вызвонится или ты заблокирован, то, наверное... Единственное, что она сказала, что она во вторник улетает в Сочи. Тем более, ее там отъебут армяне. Я сейчас... Не сомневайся в этом. К сожалению, это реальные жизни, блядь. Если в Сочи, то точно армяне. Там утра у нее уже... Поэтому смотри, для того, чтобы она там хранила верность тебе, как бы, и думала о тебе, и ржала, и ты приедешь к ней на пару дней потом. Вот. Я бы сейчас ей позвонил или написал бы, ну, там, голосовой или что-то, но чтобы понять вообще. Я тебя спрашиваю, ей понравилось с тобой? Как бы у нас сейчас, как бы, нет достоверной информации. Когда мы с ней лазили по магазину, она прям такая очень позитивная. Нет, смотри, я говорю сейчас, вот, на данный момент, вот, как бы, ты не знаешь, да? Лучший способ узнать, это позвонить, спросить, как дела, как вчера доехала до дома, там, типа, и сказать, что я хочу тебя увидеть, так не знаю, завтра. Так, давай позвоним. Это к вопросу, может быть, я тут представитель, вот сколько люди сами себе, вот, бредом в голову запихают и в это верят, свято, причем? Ладно бы хорошего, как бы, тут плохого запихал, плохое верит. С людьми он не умеет общаться.